Торжественно и радостно отпраздновал советский народ Полувековой юбилей Великого Октября В славном юбилейном году исполнилось 50 лет и нашей советской милиции Вместе с часовыми порядками эту знаменательную дату широко отметила вся страна В столицах союзных и автономных республик, в краевых, областных и районных центрах Состоялись торжественные собрания, посвященные 50-летию советской милиции Они продемонстрировали неразрывную связь милиции со своим народом Ее безграничную преданность родной коммунистической партии, советскому правительству, делу коммунизма Мужественным и самоотверженным исполнением служебного долга Люди в синих милитейских пенелях заслужили признательность и уважение у трудящихся нашей страны Во многих городах и населенных пунктах были открыты обелиски и мемориальные доски В память о тех, кто погиб при исполнении служебного долга По защите законных прав и самой жизни советских людей Священных интересов социалистического государства Именами многих из них названы улицы, где они жили Несли милицейскую службу и пали, как солдаты, в схватке с врагом Они не знали страха в борьбе Перед ними всегда был светлый образ рыцаря пролетарской революции Феликса Эдмундовича Дзержинского У старшего поколения борцов учатся сегодня дети и люди Миллионы народных дружинников всегда готовы помочь часовым порядка в их нелегком труде Советские люди от души поздали со славным юбилеем всех сотрудников милиции и ее добровольных помощников Пожелали им новых больших успехов в охране общественного порядка В борьбе за человека коммунистических идеалов На празднование 50-летия советской милиции в столицу нашей родины Москву Прибыли делегации министерств внутренних дел братских социалистических стран Народной республики Болгарии Венгерской народной республики Германской демократической республики Демократической республики Куба Монгольской Народной Республики Польской Народной Республики Социалистической Республики Румынии Социалистической Федеративной Республики Югославии Чехословацкой Социалистической Республики Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Победили сильнейшие Первой финишировала команда Ленинградского районного отдела милиции Москвы Она удостоена приза Министерства охраны общественного порядка Союза СССР Приз Центрального совета добровольного спортивного общества «Динамо» Вручен команде Первомайского района Занявших второе место Спортсмены Калининского райотдела оказались третьими Хороший подарок юбилярам подготовили мастера советского фотоискусства Открывшаяся в Центральном доме журналистов Эта выставка, посвященная героическому пути И нелегкой службе надежного стража социалистического правопорядка Привлекла внимание широкой общественности столицы Фотодокументы ярко отразили основные вехи истории народной милиции За 50 лет не раз менялись формы и методы ее работы Но незыблемыми оставались безграничная преданность Часовых порядков своему народу и коммунистической партии Их верность ленинским принципам Лежащим в основе всей деятельности советской милиции В присутствии многочисленных посетителей выставки Заместитель министра охраны общественного порядка Союза СССР Борис Тихонович Шумилин Вручил Центральному дому журналиста памятную медаль Знак признания заслуг в пропаганде деятельности милиции среди трудящихся Такие же медали были вручены в Министерстве охраны общественного порядка СССР Знакным людям милиции, героям Советского Союза Прибывшим в Москву со всех концов страны Для участия в юбилейных торжествах В связи с празднованием Дня милиции Группа советских космонавтов Посетила Министерство охраны общественного порядка Союза СССР Герои космоса преподнесли стражам социалистического правопорядка Памятные подарки И попросили передать всем работникам милиции наилучшие пожелания Министр охраны общественного порядка Союза СССР Николай Анисимович Щелоков Вручил дорогим гостям значки Заслуженный работник Министерства охраны общественного порядка СССР И памятные медали Сердечно поблагодарил их за внимание к людям в синих пшенелях Накануне празднования Дня милиции Большая группа сотрудников органов охраны общественного порядка Награжденных в связи с 50-летием Советского государства За образцовое выполнение служебного долга орденами и медалями Союза СССР Была приглашена в Кремль для получения высоких наград Председатель Президиума Верховного Совета СССР Николай Викторович Подгорный Заместители председателя Президиума Верховного Совета СССР Нагуш Хачатурович Арутюнян И Михаил Алексеевич Яснов Член Президиума Верховного Совета СССР Виктор Васильевич Гришин И Василий Иванович Конотоп Тепло поздравляя награжденных Желали им дальнейших успехов В благородном труде По защите законных прав И интересов советских людей История советской милиции Неразрывно связана с колыбелью пролетарской революции Ленинграда Сюда, в славный город на Неве В дни празднования юбилея милиции Прибыла делегация Министерства охраны общественного порядка Союза СССР и зарубежных гостей В теплой дружеской обстановке Делегация встретилась в Доме культуры имени Дзержинского С работниками милиции Ленинграда и области Часовые порядки Свято хранят И неустанно множат Революционные традиции Своего города-героя Дорожат его боевой славой Это же отсюда, со станции Разлив Охраняемый от ищек буржуазного временного правительства Великий вождь трудящихся всего мира Владимир Ильич Ленин Летом 1917 года Руководил подготовкой Октябрьской социалистической революции Это же в Смольном был штаб пролетарской революции Здесь жил и работал ее гениальный кормчий Ульянов Ленин Всему миру известен легендарный крейсер Аврора Своим залпом возвестивший в октябре 1917 года Рождение новой эры в истории человечества Эры социализма Никогда не изгладится в сердцах народа Память о тех Кто отдал свою жизнь В борьбе за народную власть За счастье людей За честь, свободу И независимость советской родины Для каждого из нас Бесконечно дороги имена Павших на поле брани В кровопролитных боях С врагами отчизны И тех, кто погиб на боевом посту Защищая интересы государства Социалистический правопорядок И общественную безопасность В день юбилея милиции Люди в синих шинелях Склоняют свои головы Перед светлой памятью Павших героев Центральный комитет партии И советское правительство Высоко оценивают Благородный труд Народной милиции Выражением признания ее заслуг Явило состоявшееся 21 ноября 1967 года В Кремлевском дворце съездов Торжественное собрание Посвященное 50-летию советской милиции Собрание открыл кандидат Члены политбюро ЦК КПСС Первый секретарь Московского городского комитета партии Виктор Васильевич Гришин С большим подъемом Избирается почетный Президиум торжественного собрания В составе Политбюро ЦК КПСС Бурные овации Встретили участники заседания Приветствия Центрального комитета КПСС Президиума Верховного Совета СССР И Совета Министров СССР Работникам советской милиции Зачитанная секретарем ЦК КПСС Иваном Васильевичем Капитоновым Мы выражаем сердечную благодарность И искреннюю признательность Центральному комитету нашей партии Президиуму Верховного Совета СССР И советскому правительству Сказал в своем докладе Генерал-полковник Щелоков За приветствие В котором получила высокую оценку Полувековая деятельность Советской милиции Благородный труд Ее работников От имени всех работников милиции Министр заверил Центральный комитет партии Советское правительство в том Что наша милиция и впредь будет зорко стоять На страже социалистических завоеваний Охранять общественный порядок Союза советских социалистических республик С огромным воодушевлением Участники торжественного собрания Приняли текст письма Центральному комитету партии Президиуму Верховного Совета СССР И Совета министров СССР А когда закончилась официальная часть собрания Сценой дворца съездов завладели певцы и танцоры Выдающиеся мастера искусства И коллективы милицейской художественной самодеятельности В заключении большого концерта участников собрания Приветствовали спортсмены добровольного ордена Ленина Спортивного общества Динамо Бьют куранты над сказкою башней Гаснут лампочки в каждом окне Свято помнят о битве вчерашней Постовые идут по стране Чтобы годы летели Чтобы песни звенели Чтобы город спокойно уснул Воин в синей шинели Воин в синей шинели Свой бессонный несет параул Начался 51-й год истории советской милиции Свой бессонный несет параул Свой бессонный несет параул